всем доброго дня очень не хотел это видео снимать но тут просто пришлось потому что каждый день поступает вопросы по поводу заточки заточки вогнутых бритв там кленов особенно поэтому нельзя мне просто уже было дальше как-то этот момент выпускать ну слово игнорировать тут как уже жестко звучит поэтому так сказал единственное что сразу хочу сказать что я сейчас никого не хочу научить никого на это не агитирую ник не против никого то есть не выступаю по поводу правки там заточки и прочего 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 это лично мой метод это лично метод моего отца моего деда поэтому пусть он останется личным а вам как говорится решать вам думать что вам лично лично вам что делать про клины ничего не скажу я уже вчера все про них сказал начну сразу с мелочей вот столько мне проволоки притаранили чистого серебра сейчас возьму вальцы и начну раскатывать полоски ну не все сразу а так постепенно наваяю это вот серебро это для того чтобы там вот воправы там шкатулки что то делать какую-то инкрустацию вообще соскучился конкретно по этому методу поэтому ладно проехали ответы на вопросы как заточить клин в домашних условиях сейчас покажу клина у меня нет полностью готового под рукой давайте возьмем не подготовленный тут чем минус у нее сейчас здесь углы то есть он совершенно не готов этот клин видите берете такую трубочку эта трубочка от какого-то там родничка от воды очень водяная труба очень такая жесткая очень скользкая самое главное же мало жесткая скользкая и не более 6 миллиметров в диаметре не более зажимайте в тисках так у нас кто-то звонит мешаются ладно сейчас я перезвоню и зажали в тисках прорезали ровно и вот так вот продоль прорезь сделали потом вот здесь будет сложно надеть на углы и конечно есть углы реальный можно попробовать углов что-то ничего ладно сейчас натянем делов то сейчас натянем уголки это я вам скажу то еще занятие о кого раскорячил только не порезал тоже острые показываю неправильно никто не видит кроме меня вот так вот одеваете вот этот обушок но единственное что вот от этой вот от этого края и до вот этого места обушок должен быть то есть поселение этот короткий для этого клина и дальше уже так укладываете и затачиваете опять повторюсь что диаметр должен быть не более 6 миллиметров иначе вас задерется обушок и за . в общем-то принципе не выйдет на выйдет она будет так это фиговенькая не для бритья то есть опять же повторюсь не рекомендую не советую просто если у кого-то возник такой вопрос еще одно решение еще то есть и момент к его решению вот так вот ответил по заточки клина клин любой может быть и сто процентов и 75 процентов это фиговенька для подходит то есть для любого клина именно клина мне кажется может быть даже подойдет от опрыскивателя автомобильного там трубочки идут может быть подойдет есть там жесткости хватает то есть с казачести как бы так сказать ладно проехали первый вопрос ответил второй вопрос по поводу пасты на ремне днем не так игорь обещал я обрезок полосы выслать еще вчера думал но у меня вчера тут так ничего не получилось вот эта сторона вообще не рабочие на ее не смотрим вот это вот страна полосы на рабочие коровья кожа вот отправляю тебе в подарок как тест от что у нас такое они царапина я уж подумал всякое в общем вот здесь отверстие пробил может пригодятся не пригодятся тоже хорошо пусть будут то есть что по этому поводу хочу сказать я теперь пасту кстати из своего запаса там положу гой потому что не факт что у тебя есть я знаю что весь интернет гудит тем что ремень должен быть чистым спорить не буду пускай он будет чистым у всех лично у меня ремень грязный а это то есть я его всегда намазываю пастой гой намазываю слегка чтобы просто такая легкая зелень было они вот там слой какой-то и только после этого правлю бритву что происходит то есть бритва каждый раз получает легкую такую очень мелкую заточку это заточка каждый раз поправляется после каждого вот этого прохода по ремню с пастой пасту не обязательно носить каждый раз примерно после каждого пятого после каждого десятого даже лучше так вот раза добавляйтесь там чуть-чуть вот то есть будет постоянно выполироваться кромка острия будет постоянно подзатачиваться бритва прямо так в мельчайших таких вот долях и плюс еще какой сейчас нарисую минуту карандашик толстый возьмем чтобы было видно вот это заточка после камня и вот какая заточка происходит после ремня с пастой смотрим вот это после камня вот это после пасты на ремне вот эта заточка изначально который еще жестко так очень бреет идеально рубит волос это волос будет рубить как-то так немножко нехотя но рубить всегда будет но брить вот такая вот заточка будет который так немножко под пулю как бы слегка там все там таких как бы в нано таких размеров получается в итоге она будет брить мягко причем любую жесткую щетину вот именно такая вот это жесткой щетиной будет слабовато справляться показал что еще то что вот кстати пример вот смотрите борт все бордо у всех с пастой ремни всегда чистые вы не задумывались почему то есть это один и тот же инструмент только в разных исполнениях но борт всегда с пастой а ремень всегда без пасты задумайтесь об этом лично я всегда то есть меня дед не подходил без пасты к ремню отец не подходил без пасты к ремню ну как не подходил вот ну раз 10 даже 20 там даже 30 вы на той же вот чуть-чуть намазанной пасти пройдетесь потом чувствуете скорость вот этой управки уменьшилась то есть бритва не не получается настолько острой какой раньше было чуть-чуть добавьте пасту вот только тогда можно чуть-чуть такими полосочками легонькими прямо только от края и до края должна паста так быть по всей ширине да я знаю что это сейчас говорю то что не рекомендуют во всем ю тубе но там не рекомендуют или рекомендуют а я не рекомендую так делать но если кто-то хочет иметь постоянно острую бритву заточкой для жесткой щетины для мягкого бритья то пожалуйста нет проблем опять же вам решать вот так же иногда возникают вопросы то есть по камням я тут сам конечно сначала тут впутался выборе что мне лучше что хуже и как ты тут сразу клюнул на камушки японские искусственные они мне не понравились то есть они понравились не понравились тем что они затачивают быстро четко прямо вот ну играющийся они затачивают прямо одно удовольствие но после бриться невозможно надо после этого закатывать вот хотя бы на ремне с пастой кромку чтобы она просто начала брить и начал реально дерет а дерет это что значит она сваривает волосы и одновременно сбривает кожу который попадается и на пути поэтому натуральные камушки в они хоть и дольше работают но они все-таки намного мягче заточку делают прям намного вот хоть и муторно и грязно то есть там вот шла мы то есть как бы суспензию то есть все это грязюка но все же но я думаю что тут кто меня смотрит прям прям все вот сами затачивают конечно отдают заточникам кстати email заточника у меня под каждым видео теперь размещен пожалуйста обращайтесь заточит как для себя не торопцом не спеша с умом дальше что еще у нас по ремню что ремень там я слыхал должен быть там такой должен быть всякой туда-сюда да есть классификация лучшего ремня среднего ремня худшего ремня принципе вот этот ремень можно назвать худшим видите какие-то все-таки неровности туда-сюда там жесткими его не назовешь он мягкий но самое главное чтобы он был ровный без царапин без сам сломов зарезов каких-то этих вот самое важное и без какой-то прострочки уж нет рыберут ремень там для брюк использовать его как прав для правки то есть ремень но там прострочка или тиснение этого вообще не должно быть должно быть просто ровной гладкой поверхность а так по сути работает любой ремень совершенно любой просто кайф или комфорт вы испытаете конечно больше от более качественного правильного ремня качественные правильные ремень это максимальная гладкость максимальная толщина ремня и максимальная мягкость вот как-то так то есть различие есть но она не столь значительные чтобы прям вот мол я сейчас на этом не получается как-то править каким-то образом она там супер супер скам ремня все получится нет просто за . будет происходить более такая полноценно ровная как бы то есть меньше ошибок можете допустить там еще что-то может даже скорость чуть-чуть увеличится но это все таких минимальных пределах по ремню а по сути так вся любая кожа работает но пустая кожа она не работает она может только помочь осыпаться за усинцу остаточному все то есть дальше это как все равно что вот и не сравнить принципе не знаю с чем вопрос в голову первое что попадается это вот плывете на лодке и гребете веслами лодка все в порядке все плывет но вдруг вы берете лыжные палки и начинаете ими гребете а лодка не плывет вот тоже самый тут то есть вот если по чистому ремню это как на лодке гребете лыжными палками с пастой это как гребете на лодке веслами вот примерно так вот так я вам чтобы просто понять о чем я вообще говорю просто такое сравнение скорее всего на дурацкое но все же я думаю хватит для того чтобы какой-то осознать что к чему ну что у нас еще по заточке то в принципе ничего а по клинушку то есть можно ли клин затачивать на без набушника ой вправить править извиняюсь править можно единственное что без набушника можно на провисшем ремне то есть как провисшим натяжку держите но легкую прям вот еле-еле такой вот чтобы время прохода она провисала чуть-чуть чуток и она тогда будет попадать его выстрел по строю и будет все хорошо если вы на борде править и то есть это дощечка с кожей то там уже нужно набушник там или из-за ленты вы делаете или вот опять же вот из такой фигоньки то борт будет работать только с набушником хотя принципе может и без набушника работать если пример клин 75 процентов но точность попадания по заточке будет 50 на 50 вот как-то так дальше что я хотел сказать вчерашним комментарием ответом на комментарии точнее что до клина нужно дорасти опять же y себе обращаюсь дорасти это в том смысле что если вы первую бритву берете клин прям вообще первую первую ни разу не пробовали брить с опаской то с клином вы принципе намужитесь и изрежетесь но так я знаю у тебя уже опыт есть с вогнутыми бритвами то есть опыт такой не вот одноразовая уже довольно таки такой уже накатанный поэтому тебе клин будет к двору как говорится самый то как раз вот именно вот эту то есть ты уже знаешь как там держать бритву как и его таскать как волос растет то все все идет нюансы все эти мелочи и плюс знаешь как уже таскать принципе ту бритву значит уже будешь примерно также эту таскать а она уже тебе покажет то есть как она лучше будет брить с каким уголком какими движениями в принципе а такие же остаются с углом надо играться и минимальный нажим при сто процентов клине вот так вот и заодно разницу есть чем прочувствовать то есть разницу вогнутой бритвы и клине ну что все вроде ответил нет по заточке вроде бы да вроде в общем в общем все рассказал если будут какие-то там опять вопросы возникать причем если не однократно то я что-то еще то есть покажу расскажу что да как а так пока все побежал я работать я сегодня клинышкам вообще не притронусь просто не притрону потому что время на них не хватит обрастаться каким-то урывками одни ошибки только допускать поэтому сейчас я немножко скатаю проволоки серебра и на этом у меня сегодня все будет вот тут мастерской я буду бегать по другим тут заботам поэтому скорее всего если только хорошо если завтра у меня все уже наладится я смогу полноценно подойти к работе с бритвами вот с этими все но это все думаю моё видео кому это будет полезно и опять же повторяюсь это не навязывая что-то из-за того что я сказал не учил никого совершенно просто как вариант для размышления дальше уже решать вам что для вас будет правильно что неправильно это уже конкретно ваше дело все на этом до свидания увидимся